Британцы и поляки. Москва делает нас виновными в начале войны. Британцы и поляки. Москва делает нас виновными в начале войны. 8 часов 3 сентября 2019 года. Обновлено. 8 и 1 3 сентября 2019 года. РИА Новости. Кирилл Калиников. Сноски. Оставленные И.В. Сталином на странице книги о войне прусского военачальника, военного теоретика, историка Карла фон Клаузевица. Которая представлена на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны. РИА Новости. Кирилл Калиников. Владимир Корнилов. Все материалы. По понятным причинам в последние дни много говорится и пишется о Второй мировой войне и обстоятельствах, ее породивших. К 80-летию печальных событий сентября 1939 года проведено немало мероприятий, в ходе которых не раз звучали мудрые слова о необходимости более тщательно изучать прошлое, дабы не повторять его ошибок и не допустить новой глобальной войны. В связи с этим вызывает удивление более чем нервная реакция некоторых западных комментаторов на публикацию России и ряда ценнейших документов предвоенной эпохи. Речь идет об открывшейся недавно в Москве выставке 1939 год. Начало Второй мировой войны. Казалось бы, событие, значение которого сложно переоценить. Ведь на этой выставке продемонстрированы оригиналы уникальных документов той эпохи, секретные протоколы совещаний, черновики постановлений, рукописные пометки вождей. Особенно ценно то, что все документы представлены в цифровом архиве, доступном любому исследователю, в том числе зарубежному. Львиная доля этих материалов известна нам по цитатам в научных исследованиях, по выдержкам, которыми жонглировали как угодно. А теперь любой может, не выходя из дома, ознакомиться с первоисточниками полностью, без купер. Вроде бы такую открытость и доступность следует лишь приветствовать. Но не тут-то было. Благодаря The Guardian, к примеру, британский читатель узнает, что этой выставкой Москва пытается оправдать нацистский пакт. Да, так и написано, нацистский пакт. Это они так о советско-германском договоре о ненападении, известном как Пакт Молотова-Риббентропа. Желтая европейская пресса пошла еще дальше. Оказывается, Россия отчаянно пытается оправдать нацистский пакт военного времени, обвиняя Европу и США в поведении, которое вынудило ее заключить сделку с Адольфом Гитлером, сообщает The Daily Express. Не ищите в этой статье, в чем именно проявляется отчаяние России, не найдете. Но сама мысль о том, что Британия виновна в развязывании войны в 1939 году не меньше, чем многие другие страны Европы, крайне возмущает газетчиков. Многочисленные западные комментаторы цитируют выступление Лаврова или статью министра культуры России Владимира Мединского, оценившего Пакт Молотова-Риббентропа как дипломатический триумф СССР. Эта статья уже несколько дней вызывает громы и молнии со стороны либеральных российских комментаторов. Но никто из них, похоже, даже не удосужился заглянуть в сами документы, презентованные в Москве. Во всяком случае, никто из вышеперечисленных авторов не ссылается ни на один из них. А ведь загляни туда и получишь многие ответы на свои же вопросы. Но, видимо, потому и страшаться обратить внимание своих читателей на материалы ответы не понравятся. Вчера, 14.55 РИА Новости. Эксперт прокомментировал обвинение Польши в адрес России из-за репараций. На четвертом заседании, состоявшемся 14 августа 1939 года, глава французской делегации генерал Думенк наконец сформулировал ответ. Если это можно назвать ответом, «Я думаю, что Польша и Румыния вас, господин маршал, будут умолять прийти им на помощь». На что Ворошилов резонно возразил, «А может быть, не будут». И вот тут прозвучали слова руководителя британской делегации адмирала Дракса. «Если Польша и Румыния не потребуют помощи от СССР, они в скором времени станут простыми немецкими провинциями. И тогда СССР решит, как с ними поступить. Позвольте, а разве в итоге так и не произошло?» Что же теперь ставят в вину Советскому Союзу современный Лондон? Ведь устами Дракса было озвучено и понимание судьбы Польши в случае войны с Германией без поддержки СССР, и признание права Сталина решать судьбу Польши в таких обстоятельствах. Но теперь почему-то об этом забыли. И в Лондоне, и в Варшаве. Конечно, Москву никоим образом не могла радовать перспектива превращения всей Польши в германскую провинцию и столкновения с Германией один на один. А именно к этому варианту упорно подталкивали Советскую Россию правительство Европы, судя по протоколам переговоров, представленным публике. В отличие от Варшавы, питавшей ложные надежды на помощь западных союзников, Сталин никаких иллюзий на этот счет не имел. Позиция СССР в этом смысле была предельно прагматичной. Вчера, 042-048-0 лет с начала Второй мировой войны. Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой. Тут же представлен дневник Георгия Димитрова, на тот момент возглавлявшего Коминтерн, в котором он подробно описал аргументы Сталина на закрытой встрече, посвященной пакту. В частности, советский лидер пояснил, мы предпочитали соглашения с так называемыми демократическими странами и поэтому вели переговоры. Но англичане и французы хотели нас иметь в батраках и при том за это ничего не платить. Но вы не найдете Эйте и другие цитаты из обнародованных документов в статьях западных критиков, дружно обрушившихся на Россию за оправдание нацистского пакта. Но не вписываются они в нарратив.